Приводится от Нурмана бина Башира, то, что пророк Мухаммад, садлаллаху алейхи вассалям, сказал «ад дуа», «мальба», обращение к Аллаху, субхану ва теаля, это и есть поклонение. После этого прочитал аят из Кур'ана, где Всевышний сказал «Ва кааля раббукум» и сказал ваш Господь, Аллах, субхану ва теаля, сказал «удууни астаджиблякум», просите у меня дуа, обращайтесь ко мне, я вам отвечу. Обращайтесь ко мне, я вам отвечу. Поистине те, которые высокомериваются, проявляют высокомерие в поклонении Аллаху, субхану ва теаля, дабы не поклоняться Аллаху, зайдут в итоге в гиену, в джаханнам униженными, сказал Всевышний Аллах, субхану ва теаля. Также, субхану ва теаля, сказал в Кур'ане «Поистине Всевышний Аллах, ваш Господь даже не обратит на вас внимание, если вы не будете просить его дуа, если не будете взывать к нему». Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, «силаху л-му'мини, ад-дуа». Оружие мусульманина, верующего, это дуа, обращение к Аллаху, субхану ва теаля. Дуа, уважаемые братья, это великий подарок Аллаху, субхану ва теаля. Дуа – это великий дар Всевышнего Аллаха, субхану ва теаля, который он нам даровал. У нас есть возможность обращаться напрямую к Аллаху, субхану ва теаля. Поэтому сколько людей, те, кто не познали таухид, те, кто не познали Единобожие, те, кто не познали Аллаха, субхану ва теаля, когда приходит какая-то проблема, или вешается, или там спрыгает с этажа, убивает себя и так далее, заканчивая свою жизнь с суицидом. Поэтому верующий человек, аль-хамду луну, у него есть дуа во время скорби, во время каких-то тяжелых испытаний, во время проблем, когда ему хорошо, обращается к Аллаху, субхану ва теаля. Но часто, уважаемые братья, когда у человека нет проблем, он пренебрегает дуа. Часто дуа просит человек Аллаха, кто-то болеет дуа, встает на это хаджут намаз в это время. Кто-то умер, дуа делает в этот момент. У него долги, много долгов. Аллаху, субхану ва теаля, разреши мои проблемы долгового характера. Но если нет проблем, все хорошо и так далее, пренебрегает в дуа и не обращается к Аллаху, субхану ва теаля. О чем просить? Долгов нету, что делать? Как делать дуа? Посмотрите, как просил дуа наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям. И я бы хотел, чтобы мы эту дуа каждый день с вами просили. Выучите его. Оно легкое, короткое. И в сахих муслим приводится в достоверном хадисе. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, что просил Аллаха? Аллаху ма куды дайни. Аллах, субхану ва теаля, дай мне возможность закрыть долги. Не было долгов. Аллаху ма шимарил. Аллах, дай исцеление больному. Не было больных. Что же просил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, одной из его дуа, где он обращался к Аллаху. Великая дуа с глубоким смыслом. Аллахумма, инне ауузубика мин завали ниаматик, ватаховули афиатик, вафучааати ниаматик, ваджами асахатик. Короткая, но очень, очень глубокая дуа. О, Аллах. Инне ауузубика мин завали ниаматик. О, мой Господь, я прибегаю к защите Твоей от того, чтобы Ты не прекращал даровать мне ту милость, которую Ты мне даешь. Субханаллах. Вроде все хорошо и так далее, но, может быть, Аллах заберет это. Поэтому проси у Аллаха, брат мой, чтобы Аллах не забирал это. Самая великая милость какая? Ниамат или ислам. Самая великая милость? Милость ислама. То, что мы мусульмане, то, что мы верующие, единобожники, альхамду лиллях. Проси у Аллаха, субханаллаху альхи, чтобы Аллах не забрал это. Как много, субханаллах, таких примеров, которые были, альхамду лиллях, на намазе, были в посте и так далее. Что-то случилось, и они оставили это. Абу Абдулла, один из праведников, рассказывает историю. В его время был один молодой юноша. Читал намазы в первом ряду, был богобоязненный, читал Коран. И вдруг увидел одну девочку из другой религии, не мусульманка, и влюбился в нее. И заболел. Так сильно заболел. Постоянно хотел к ней, писал ей, приходил к ней. Так сильно думал о ней, то, что заболел и лег в постель. Абдулла говорит, я пошел его навестить. Чтобы напомнить ему об Аллахе, субханаллаху атеаля. Напомнить ему о богобоязненности. Когда я пришел к нему, вот-вот он должен был уйти из этой жизни. Умирал из-за того, что сильно переживал об этом. И тогда он ему объясняет об Аллахе. Аллах напоминает об Аллахе, субханаллаху атеаля. И этот юноша говорит, я Абдуллах, ты знаешь мое отношение, мое отношение с той девушкой? Я знаю. Я думал сейчас, и говорит, Аллах мне не дал ее в этой дуни. Я подумал, сейчас он сделает туба, попросит Аллаха покаяния. И он говорит, я не хочу, чтобы Аллах, субханаллаху атеаля, так же не дал мне ее в Ахирате. Я думаю, субханаллах, что ты хочешь делать? Я говорю, сделаю куфр, не веря в религию Мухаммада, и принимаю ее религию. Я говорю, подожди, и ушел так из этой жизни, будучи кафером. Абдуллах говорит, я скрыл эту историю, чтобы никому не говорить, не распространять. Может быть, Аллаху аля, может быть, чтобы люди что-то о нем не говорили после его смерти. Проходит время, и я к этой девочке ходил, чтобы призывать ее к исламу. И она тоже уже в предсмертном состоянии. И она мне говорит, ты помнишь наше отношение с тем юношем, который умер, как мы любили друг друга? Да, говорит, помню. Я хочу с ним вместе быть в Ахирате и принимаю ислам. И умерла мусульманка. Аллаху, Субхану Аля, разделил их в этой жизни и в Ахирате. Кого Аллаху, Субхану Аля, братья мои, укрепляет на пути Аллаха, Субхану Ата'аля? Аллаху укрепляет крепким, твердым словом, таухидом, те, которые творят благие деяния, которые искренне, Субхану Ата'аля, грешников Аллах, Субхану Аля, забивает с прямого пути. Также один из юношей, был Куран Хафидом, когда они пошли на битву, он был их полководцем, был во главе, проводил среди них намазы. И когда Муаскер, с кем они должны были сражаться, увидел в том лагере одну девочку, она понравилась ему. И тогда он сказал, как я могу достичь ее, если ты принес ее религию? Тогда он, Субхану Аля, оставил ислам и принял ее религию. И пропал он. Через год мусульмане пришли его навестить, говорят, ай на Куран, он весь Куран знал, где твой Куран? Ай на саладу, где твои намазы, что-нибудь ты помнишь из Курана? На что он говорит, насииту л-Курана кулля, весь Куран я забыл, илля л-Ая, кроме одного аята. Аллах, Субхану Аля, не дал ему забыть этот аят, знаете какой? Сурат Аль-Хаджир, Сивишн, Аллах, Субхану Ата'аля, говорит, В тот день наступит время, когда неверующие захотят стать верующими. Аллах, Субхану Аля, специально ему оставил этот аят, чтобы он внутри себя чувствовал тяжело, тяжко. Весь Куран забыл, кроме этого аята. Неверующие так сильно захотят быть верующими в тот день, в день суда. Оставь их, пусть они наслаждаются, кушают, и так они будут сбиваться с прямого пути. Смотрите, как постепенно они отвлеклись, и как постепенно сбились. Сивишн, Аллах, Субхану Аля, говорит, мы вовлеким их, вовлечим их, то есть они постепенно будут уходить, даже они не прочувствуют, как они ушли с прямого пути. И на сегодняшний день, уважаемые братья Субхану Аля, много можно заметить таких людей. Один известный блогер, который в Медине он учился, и джават делал на большую публику, и был стойким в религии, читал Куран, в первых сафах намаз читал, вдруг заявляет на большую аудиторию, что он отказался от религии. Субхану Аллах, в наши дни. Одна девочка была на умре и так далее, была в хиджабе, приезжает, снимает хиджаб и в инстаграме выкладывает. И все-таки это у меня, я хочу к этому прийти. Ты уже пришла, Субхану Аллах, была в хиджабе и так далее. И уже анти-даават делает. Хочется обратиться к таким людям, сказать, если у вас какие-то недопонимания есть, проблемы с этим, вы не поняли, какой-то вам пришло, какой-то щак, какое-то сомнение, не нужно это выставлять. Если у тебя проблема в голове, не значит, что ты должен быть в этом примере и это показывать. И другие еще девочки говорят, нужно ее поддержать, у нее сегодня не тяжелый день и так далее. Она сняла хиджаб. Субхану Аллах, Субхану Аллах, Субхану Аллах. Ну, хорошо, у тебя такие проблемы, но не нужно об этом говорить на публику. Ты вчера говорил к Аллаху, Субхану Ате'але, о таухиде говорил, о намазе, а сегодня с тебя же берут эти же люди примеры и так же за тобой пойдут. Поэтому самое опасное, что если ты сам не совершаешь грех, это одно, а когда ты призываешь к этому своим образом и так далее, то за это большая ответственность перед Аллахом, Субхану Ате'але. Такой был великий ученый Абдулла Нечди в Саудии. Призывал к единобожию, со знаниями был, уехал в Америку, что-то ему там, так сказать, как говорят, прочистили мозги и вернулся, стал мульхит, стал, Субхану Аллаху, безбожником, атеистом. Поэтому что, уважаемые братья, когда мы слышим такие истории, мы не должны с высокомерием, как некоторые, о, я в исламе, я в намазе и так далее, а вот он такой, он сбился. Нет, мы должны с сожалением и просить каждый день, Аллахума, ты дал мне милость ислама. Я прибегаю к тебе, дабы, к твоей защите, дабы ты забрал от меня эту милость. Аллахума, ты мне дал, Субхану Ате'але, великую милость, семью. Я прибегаю к тебе, Аллаху Субхану Ате'але, чтобы ты забрал у меня эту милость. Ты мне дал такую милость, дал мне иман. Я прибегаю. Аллахума, инна ауду бикамин завали ниаматик. Второе, то, что Пророк Мухаммад, Субхану Ате'але, просил, я прибегаю к тебе, дабы от перемен благополучия твоего по отношению ко мне, чтобы не было перемен. У меня есть две руки, и говоришь, Аллах, не забирай их. У меня есть две ноги. У тебя есть глаза, у тебя есть слух, у тебя есть... Ты можешь ходить, вот это благополучие, которое ты мне давал, афия, не забирай его у меня. Мы об этом не задумываемся, братья. А когда посещаем больницы, мы видим, Субхану Ате'але, сколько там больных людей, которые не могут даже ложку, стакан чая взять, воды выпить, им все через трубочку дают. Вот такую дуа просить должно Аллаху Субхану Ате'але. Третье, что просил пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, я прибегаю к тебе от невзапной кары, от невзапной какой-то, от какого-то горя. Утром встаешь, идешь на работу, спускаешься по лестнице, не да Аллах, поскользнулся, упал, сломался я позвоночник. Посещали мы одного брата в больнице, не может ходить. Молодой, 23 года, сломался я позвоночник в спортзале, в душевую кабинку зашел, поскользнулся с шампунем, упал на ровном месте и сломался я позвоночник, больше ходить не может. Вот это, я прибегаю к тебе, эту историю я рассказывал, у нас один брат, ульяновский, у него была семья, если мы ее повторим, в этом ей будет польза, три ребенка, супруга, его угостили грибами, он принес эти грибы домой, поела его супруга, две дочки, сын еще грудной был, он поел, он последним поел, успел выпить рассольник, все травились, все умерли, все две дочки умерли, супруга умерла, его увезли в реанимацию. Пока его увезли в реанимацию, его ребенка, его родители взяли, грудного сына. Через несколько дней, пока он лежит в реанимации, пожар в доме родителей, сгорают его родители и его ребенок, все умирают. Он рассказывает, говорит, я вернулся в этот дом и сейчас увидел недокушенные крошки моих детей. Вот это хлеб, который кушала моя дочка, вот эта вот посуда, которая там еще осталась, еда, запах их чувств, твои уже нету. Резко один момент, резкая кара, резко какое-то горе. Вот от этого я прибегаю к тебе, Аллах, Субхану Ва Тааля. Он говорит, если бы не Ислам, после этого, Аллах дал воролому семью, даровал ему детей, если бы не Ислам, не зная бы, что я с тобой сделаю, я положился на Аллах, Субхану Ва Тааля, приблизился еще больше к Аллаху, Субхану Ва Тааля. То, что сейчас вот все мы приносим великое соболезнение нашим близким братьям, сестрам в Дагестане, то, что резко случилось, вроде как наши братья и сестры выехали, не собирались сегодня умереть, быстро все вспыхло, взорвалось, заправка, умерли братья, сестры, дети. Пусть Аллах, Субхану Ва Тааля, примет их из числа шахидов и даст скорейшее исцеление все, у тебя болеет, и даст великую награду и сабр близким. Вот от такого я прибегаю к тебе, от какого-то резкого, внезапного кары, внезапного твоего горя, какое-то резкое такое испытание. И четвертого, я прибегаю к тебе от всего того, что может гневить тебя. Это любое дело, которое я сделаю и тебя разгневаю. О, Аллах, Субхану Ва Тааля. Аиша, рада Аллаху Аня, рассказывает, один раз я проснулась, день Аиши, рада Аллаху Аня, был, пророк Мухаммад, салам, вместе с ней, в постели, когда проснулась она, пророка, салам, не застала. Не застала, поста Николая, фагирту. Я заревновала его. Подумала, что он пошел к другой жене. Помимо Аиши, у него были другие жены. И это нормально, если супруг не ревнует свою супругу. Если она не ревнует пророка, салам, то кого ей ревновать? Прошла, говорит, думала, что он пошел к другой жене. Фаидэхуа филмэджид, кад интосафа кадама. А пророк Мухаммад, салам, был в мечети. Его пятки лопнули. То, что он долго стоял в намазе перед Аллахом, Субхану Ва Тааля. О, Аллах, я прибегаю от твоего гнева к твоему удовольствию. Я прибегаю от твоего наказания к твоему прощению. Я полностью не смогу восхвалить тебя так, как должен образом полагается. Ты таков, как сам себя восхвалил в Коране. То есть ты таков, как сам себя восхвалил. Здесь пророк Мухаммад, салам, проявил ахляк, гылк с Аллахом. То есть как бы я тебя не восхвалил, не смогу тебя полностью восхвалить. Как бы мы Аллаха не благодарили, любимые братья, мы не сможем его благодарить даже за одну милость, за один палец, за один глаз, за одну ресничку. Мы не сможем Аллаху, если всю жизнь будем поклоняться Аллаху, Субхану Ва Тааля. Если будете пересчитывать все милости Аллаха, обхватить их не сможете. Поэтому, Субхану Ва Тааля, вот эта дуа, чьё? Того, которым Аллах, Субхану Ва Тааля, простил все грехи. Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, Аллах все простил тебе, Мухаммад, все, что было, все, что будет. И когда Аиша, с удивлением, спросил его, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, зачем ты выстояешь ночь? Твои пятки лопаются, ты просишь Аллаха прощение. Аллах же тебя простил. Неужто я буду неблагодарным за это Аллаху? Неужто я буду неблагодарным Аллаху и буду спать, не буду ставить намазы и благодарить Аллаха, Субхану Ва Тааля. Поэтому, уважаемые братья, мои дорогие, вот эта дуа, если мы выучим, я бы хотел, чтобы мы каждый день его просили, обучили своих детей, своих супруг, своих близких, в тахаджуд намазы, всегда. Аллахумма инна ауду бекамин завали ниаматик, ватахаули аафиатик, вафучаати ниакматик, ватахаули аафиатик, с искренно просили, и Аллах Субхану ответит. Поэтому мы не знаем завтра, что будет с нами. Мы не знаем, как наша жизнь закончится. Поэтому просите эту дуа, ту дуа, которую просил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и обращаться к Аллаху не только, когда нам плохо, когда какое-то горе, какое-то испытание, когда нам хорошо, и чтобы Аллах сохранил то, что у нас есть, и даровал великую награду. И просите искренно дуа, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, просите дуа и будьте уверены, не сомневайтесь, что Аллах не ответит вам. Аккулаху алейхи работа Аб時候, и в воскресенье, то, что он говорит вам �� у 우와! Абсолют Woollen – See you! АбсолютYou GooglePerfect. Абсолют. Абсолют. Продолжение следует...